Посол Исламской Республики Иран посетил Тверскую область. Зарубежный гость провел встречу с главой региона, на которой обсудили вопросы развития экономического сотрудничества. Кроме того, дипломат побывал на заводе светотехнического оборудования в Лихославле, где ознакомился со всеми этапами и техническими новинками производства. Подробнее Наталья Чекет. Делегация из Ирана прибыла в Верхневолжье в большом составе. Тверская область заинтересована в сотрудничестве с республикой по самым разным вопросам. В частности, речь идет об экспорте деревообработки, поставке оборудования для нефти, газодобычи и нефтепереработки. Расширять сотрудничество планирует и Международная светотехническая корпорация «Босс Лайтинг Групп». Одно из предприятий компании расположено в Лихославле. Лихославльский завод светотехнического оборудования – один из старейших российских в своей отрасли. Предприятие было основано в 1947 году. На заводе налажен полный цикл работы от разработки моделей светотехнического оборудования до их внедрения в серийное производство. Основная продукция, которая производится на заводе – это светильники и прожекторы. Всего в год выпускается более одного миллиона готовой продукции. На одной из линий алюминиевые корпуса производятся методом литья под давление. Участие человека в процессе технологически минимализировано. Кроме того, на Лихославльском заводе светильники изготавливаются с антивандальной защитой. Их надежность можно легко проверить. После осмотра всех производственных линий посол Ирана отметил, что большое преимущество предприятия – это полный цикл изготовления продукции, начиная от литья форм, заканчивая готовым изделием. «Красота и важность этого комплекса заключается в том, что все, начиная от разработки до производства различных деталей, как раз они все здесь делают. И мы на конце линии видим окончательную производственную продукцию. Я здесь видел очень много новых и современных технологий». Делегации из Ирана и представители предприятия также обсудили экспортный потенциал компании и что он может быть реализован совместно с Республикой Иран. И это не просто поставки, а создание производства. «У нас в планах расширение нашего сотрудничества. И, конечно, мы себе видим, что это должно быть производство в республике. Это, соответственно, должна быть полная интеграция в технологическую цепочку с российскими компаниями, с нашими российскими заводами. И вот такая интеграция будет создавать фундамент для укрепления в том числе и всех остальных видов дружбы». В этот же день состоялась встреча губернатора Тверской области с послом Исламской Республики Иран, на которой стороны обсудили экономическое сотрудничество, в частности, развитие инвестиций. «Очень важно сегодня, что, говоря о всех направлениях взаимодействия, о всех спектрах взаимодействия, мы можем совместно реализовать проекты в части наших классических или традиционных направлений. Это машиностроение, это нефтегазовая промышленность по переработке, и это лесная промышленность, это переработка лесных и пиломатериалов. И это только если говорить укрупненно. Также очень большой потенциал в сельском хозяйстве». Отметим, что за последние несколько лет внешний торговый оборот между Тверской областью и Ираном вырос. Так, в прошлом году этот показатель увеличился в два раза. При этом экспорт региона в восемь раз превышает импортные поставки из Ирана.